Культура 17 века Культура 16 столетия, она очень, я бы сказал, аскетична. Там чувствуется монастырский дух, там чувствуется определенная строгость форм, идущая, между прочим, кое-что от итальянцев. Ну, достаточно вспомнить вот те же соборы огромные, которые строились в наших городах, белокаменные храмы зачастую. Но потом смута, смута перетряхнула многие понятия, смута сделала ощущение мира другим. Потому что пролились реки крови, погибли десятки, сотни тысяч людей. Но те, кто остались, те, кто выжили, те, кто видел это, но остался жив, он хотел жить, он хотел радоваться. Он хотел, чтобы эта радость была в искусстве, чтобы эта радость была в литературе. И вот это вот ощущение праздника, православия как праздника, истории как трагедии, но трагедии, ушедшие в прошлое. Вот это вот ощущение праздника и радости выживших, это, пожалуй, главный такой нерв русской культуры 17-го столетия. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19-го века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Культура 17-го столетия была гораздо более терпимой по отношению к западноевропейской культуре, чем 16-е столетие. Культура 17-го столетия была более открытой по разным причинам. Иногда это были причины, ну, скажем так, печального характера. Просто огромное количество иностранцев побывало в России в смутное время. Это были и солдаты, это были и дипломаты, это были и купцы, но их было очень много. И поэтому русский человек впервые видел иностранцев в таком большом количестве и мог себе составить о них какое-то представление, общаться с ними и так далее. Кроме того, огромную и, в общем, позитивную роль сыграло присоединение Украины к России. Присоединение Украины открывает возможности для более сложного восприятия церковных вопросов, для более глубокого понимания тех церковных проблем, которые существовали тогда и в России, и в православной церкви на Украине. Ну и вообще Украина стала для России вот до Петра, это было такое окно в Европу. Окно в Европу через Украину, на Польшу и дальше на европейский мир, который, конечно, для нас был необходим, потому что Россия нуждалась в модернизации. Смута показала, что наша армия никуда не годится, что нужно проводить и военную реформу, что военная реформа неразрывно связана с экономикой, что нужно развивать внешнюю торговлю и так далее. То есть накапливалась целая вереница проблем, которые требовали радикального и точно рассчитанного действия. И вот таким радикальным действием созревает потребность в петровских реформах. Об этом хорошо писал Сергей Михайлович Соловьев в своих знаменитых чтениях о Петре Великом. И это, безусловно, исторический факт, что петровские реформы были подготовлены теми глубокими переменами, которые происходили в русском обществе в 17-м столетии. Ну и, как обычно, наиболее ярким выражением культуры является архитектура. Архитектура 17-го столетия – это лучшее время русской национальной архитектуры. Это расцвет национальной архитектуры, которая выразила себя в самых разных архитектурных типах. Складываются различные архитектурные школы. Ну, например, после Смуты появились новые архитектурные типы. Ну, например, Ярославская архитектура. Ярославль вообще первым возродился после Смуты. Первые каменные храмы после Смуты строились в Ярославле. В 620-е годы церковь Никола Надеяна, церковь Рождества Христова на Волге. Почему? Потому что огромный город, стоявший на пересечении водных и сухопутных путей. Ярославль – это город, конечно, с особой исторической судьбой. Ну, достаточно вспомнить, что в 17-м столетии по численности населения Ярославль был на втором месте после Москвы. На первом месте была Москва, на втором – Ярославль, на третьем – Кострома и на четвертом – Вологда по количеству жителей. Ярославль – это город, который имеет особую специфику еще в связи с тем, что через него проходит дорога Москва-Архангельск. Это главная дорога внешней торговли России. И Ярославль был таким перекрестком на этой дороге, потому что сухопутная дорога пересекалась здесь с Волгой. И здесь все время было движение жизни. Здесь все время были иностранные конторы. Здесь можно было видеть иностранцев на торгу. И, конечно, для русского человека вот эта возможность общаться с иностранцами, возможность двигаться на север, на юг – это придавало какой-то особый колорит вот этой жизни ярославцев. Ярославцы – это, как правило, люди предприимчивые, это люди энергичные, это люди, которые умеют найти подход не только к своим соотечественникам, но и к иностранцам. Да, и вот история показывает, что, конечно, Ярославль не случайно создал свою особую архитектуру. Архитектура Ярославля – это образ их мыслей, это образ их чувствований, размах. И такое вот несколько купеческое может быть, но, тем не менее, их оригинальное представление о красоте. Так вот, в Ярославле сформировалась Ярославская архитектурная школа. Огромные храмы, своды, построенные на четырех столбах, мощные пятиглавия, храмы, рассчитанные на панорамное восприятие, восприятие с Волги. Когда шли по Волге сюда, то наверху, как почти в небесах, парили вот эти огромные ярославские храмы. Это церковь Яна Златоуста в Коровниках, это церковь Яна Предтечи в Толчково, это, наконец, церковь Рождества Христова на Волге. Так вот, в этой ярославской школе много своеобразного. Это своя особая школа. Другая архитектурная школа сложилась в Москве. Московские храмы, они не такие крупные по размеру, потому что Москва заставляла тесниться. Столице здесь просто негде было строить огромные храмы. Не было такого простора, как на Волге в Ярославле. Ну и, кроме того, московские храмы отличаются некоторой дробностью декора. Дробностью декора. Мелкий, ювелирный почти декор, отделки, кокошники, ширинки. Там целый ряд таких приемов, которые свойственны только московской архитектуре. Богатые купцы Строгановы создали свою архитектурную школу. То есть они любили храмы, которые украшались в духе уже европейского барокко, в духе скульптурного декора европейского барокко. Строгановская школа, она представлена, ну, церковь Рождества Богородицы в Нижнем Новгороде, например, знаменитая. Или церковь Устюжни, Строгановская церковь. Ну и, конечно, работали мастера уже в конце 17 века в духе так называемого Нарышкинского барокко. Богатейшая боярская семья, из которой вышла мать Петра Первого, Наталья Кирилловна Нарышкина. Нарышкины были, как мы бы сейчас сказали, западниками. То есть они любили западную культуру, западную архитектуру. И вот Нарышкины в своих вотчинах строили башнеобразные храмы. То есть храмы, которые построены по образу горящей свечи. Горящая свеча, которая стоит обычно на каком-то возвышенном месте. И украшена тоже в стиле барокко. Но это уже барокко более такое русское, обрусевшее. Нарышкинское барокко его так и называют. Какой образец абазета? Ну, прежде всего, это церковь покрыва в филях в Москве. Нарышкинские храмы, они стоят обычно вдоль Москва-реки. Там, где находились вотчины Нарышкиных, там они и строятся. Все эти храмы, они отличаются именно праздничным настроением. Ощущение мира как праздника. Это выражается в архитектуре. Это же выражается и в живописи. В живописи появляются великолепные мастера, которые работают почти на грани реализма. То есть еще один шаг, и они уже будут мастерами чисто реалистической живописи. Ну, например, любимый художник царя Алексея Михайловича был Симон Ушаков. У Симона Ушакова есть такое великолепное изображение «Спас нерукотворный». Образ спасителя на ткани, согласно древней легенде. Это портрет спасителя, который сделан был не кистью, а он приложил к лицу ткань, и ткань запечатлела его лицо. И вот этот нерукотворный спас Симон Ушаков нарисовал настолько реалистично, что казалось, что это портрет какого-то человека. И это очень все нравилось царю. Царь Алексей Михайлович вообще любил новшества. Он был человеком очень широких взглядов. Ну, а в Поволжье работала целая артель, которую возглавляли два замечательных художника – Сила Савин и Гурий Никитин. Они расписывали поволжские храмы в Ярославле, в Костроме, в Нижнем Новгороде работали. Их произведения – фрески, росписи, стенописи. И они представляют собой как бы бесконечные иллюстрирования священного писания, каких-то древних христианских легенд. Это своего рода миниатюры, но миниатюры на огромных пространствах храмов. Литература 17-го столетия тоже своеобразна и интересна. И здесь появляются принципиально новые произведения. Например, появляются сатирические повести. Вообще, в 17-м веке другое отношение к власти. Понимаете, уже цари-то выборные. Одно дело там Иван Грозный, который Рюрикович в столетиях, он мог себе позволить любые поступки, и все ему с рук сходило, потому что он законный царь, его Бог поставил. Значит, вот что он делает, все это от Бога. А теперь царь выборный, Земский собор выбрал первого Романова. А что такое Земский собор? Ну, все знают, что за кулисами там все это решалось между сильными людьми того времени. Поэтому отношение к государю было более такое критическое. Ну и, соответственно, к власти в целом. И вот появляются сатирические повести. Повесть о Ярше Яршовиче, повесть о голом небогатом человеке. И, наконец, знаменитая повесть о Шемякином суде, где высмеивается, значит, произвол, мздоимство судей, ну, вечные болезни российского государства. Сатирические повести. В 16 веке это невозможно было. В 16 веке за такие повести Иван Грозный бы, так сказать, нагло посадил человека. А здесь мы не знаем никаких процессов судебных, где бы судили вот таких рассказчиков. Новое появляется, конечно, ну, как новое, просто связано с новым событием. Это сказания, посвященные смутному времени. Смутное время ведь оставило после себя очень много воспоминаний, мемуаров, как мы бы сказали. Много писали иностранцы, которые участвовали в этом. Но писали и наши русские люди, оказавшиеся в центре этой смуты. Ну, самое известное из таких сказаний – это сказания монаха Троица Сергиева монастыря, Келлоря Авраамия Палицина. Сказания о смуте Авраамия Палицина – это великолепный источник, который содержит, ну, примерно страниц 20 или 25 текста и является одним из наших самых ценных источников. Есть еще «Временик дека» Тимофеева. Целый ряд произведений, которые так или иначе пытаются объяснить смуту, потому что, оглядываясь назад, людям хотелось понять, отчего же эта вся, так сказать, драма произошла, все государство наше рухнуло. И вот писали, рассуждали. Это особый вид публицистики, особый вид литературы. Ну и, конечно, в 17-м столетии мы вспоминаем совершенно гениальное произведение – это «Житие протопопа Вакума». Это первая в нашей литературе автобиография, когда человек пишет о своей жизни. Конечно, он пишет не для прославления себя, он пишет для прославления своей веры, для укрепления своей веры, своих сторонников, но все равно это в основе своей автобиографии, написанная очень ярко, написанная человеком, который действительно отдал жизнь за те идеи, которые он верил. Вот таким образом возникает и формируется культура 17-го столетия. Она очень разнообразна, и она в основе своей уже построена на новых принципах. Это уже переход от средневековой культуры к культуре нового времени. И таким образом подготавливается, незаметно, но подготавливается та грандиозная перемена в сознании, в культуре, которая наступит уже в Петровскую эпоху. Субтитры создавал DimaTorzok